В следующем году Дубовую рощу ждут большие изменения. Проект реконструкции разрабатывала инициативная группа во главе с директором парка. Совсем недавно в мэрии прошли общественные слушания по этому поводу. До принятия окончательного решения любой житель города может внести свои предложения. О том, как может преобразиться Дубовка, смотрите в сюжете Екатерины Филиманович. Возле администрации парка собрались запорожцы. Среди них и активист Павел Панасенко. Пришел сюда, чтобы внести свои предложения по поводу будущей реконструкции Дубовки. Считает, что ее нужно превратить в зеленую зону. Запретить предпринимателям продавать алкоголь и сигареты. Это должна быть закрытая зона для алкоголя и для курения. То есть даже там, где планируется размещение общепита, там тоже не должно ни продаваться алкоголя, ни пива, ни алкогольное, ни безалкогольное. То же самое по поводу курения. По проекту предусмотрена реконструкция концертной площадки. Также запланированы установка ограждения, ремонт моста, обустройство велосипедных дорожек и новых аттракционов. А еще и реставрация центрального фонтана и прилегающие к нему территории. Вместо этого фонтана общественники предлагают сделать аквазону. В ней смогут купаться дети. Насколько осуществима эта идея, будет решать инициативная группа. Предложение от активиста выслушал директор парка Олег Комаренко. Все предложения рассмотрит специальная рабочая группа. Идеи необходимо отправлять на электронную почту КП. 13 числа, это окончается 14 день, мы обязаны сделать звит, мы его сделаем. И все пожелания граждан, которые были правильно сформированы, записаны, мы выставим на сайт в итоге, должны будем принять решение, какая будет концепция. Но это же концепция, это не генплан. А потом же будет еще генплан. По словам директора, часть генерального плана по реконструкции парка будет представлена в этом году. Общественники надеются, после реконструкции дубовка преобразится и станет еще красивее.